Здравствуйте! Меня зовут Рамилия Алиева. Я живу в городе Городовани и очень люблю свой город. Мне сказали, что мне уже пора, что уже хватит выбирать, что разузнали всё. Хотя лично не была знакома, я просто увидела их только, как у нас 90% девочек на штаб выходят. Кто-то знакомит, кто-то советует, что пора, потом у меня выбора не будет. Я подумала немножко, решилась, что, наверное, надеюсь, плохо не будет ни я первая, ни я последняя. Они надели мне кольцо и мне не дали время, чтобы я его разузнала. Если бы я его разузнала, может быть, я вернула кольцо. Наш менталитет не позволяет до обручения встречаться, разузнавать, гулять, там всё-всё-всё. И я думала, что во время, хотя бы 2-3-5 месяцев, что я его разузнала. Представляете, я была обручена всего два дня. На третий день меня похитили. Обманули, забрали и не вернули. Возвращаться, я уже почувствовала, что здесь что-то нехорошо. Возвращаться было уже стыдно. А то бы про меня стали говорить нехорошо. Как это? Обручилась, свой же жених её похитил, а зачем она вернулась? Наверное, в ней проблемы. Так я решила, что это моя судьба. Ну, 3 года я эту судьбу терпела. Я терпела из-за ребёнка. Но я подумала, что какой отец может даться ребёнку. Кроме любви о ней, кроме плохих слов. Хочу, чтобы она не почувствовала, что она без отца растёт. Трагическая свадьба. Причины могут быть разные. Ну, может быть из-за какой-то мелочи. Я человек такой, что я бы, наверное, привыкла бы, потерпела бы. Но, вы знаете, если была бы мелочь, может, меня родители бы тоже не поддержали. Но это была не мелочь. Это была очень серьёзная большая причина. Поэтому меня не только мои родители, мне и его родители поддержали, когда я ушла от него. Знаете, лучше протестовать, лучше не терпеть всю жизнь то, что не терпела. Если ты протестуешь, ты уходишь, ты должна знать, ты сможешь сама поставить ребёнка на ноги, сама выжить после этого всего. Поэтому женщина должна быть ко всему готова. Поэтому девочки должны учиться. Ты красишь, моя хорошая мама? Да? Что ты красишь? Барби? Это какой цвет у тебя на руках? Этот карандаш какого цвета? Синя. А ну покажи мне, у тебя красный есть? Где у тебя красный? Поставь мне красный покажи. Вот красный. Наши женщины должны знать о своих равных правах. Это раньше казалось, что хоть дальше, чем педагог и врач, женщина не должна иметь другую профессию. Но у подрастающего поколения есть совсем другие желания. И наши женщины, я считаю, что наши образованные женщины готовы для общественной деятельности. Я мало обвиняю девочек, потому что девочки с 5-6 лет, девочек уже воспитывают, готовят к этому, что, мол, мы тебе по плану приданы, тебе скоро замуж, что ты кому-то приглянулась. У них не бывает уже другого интереса, они считают, что это их цель. А виноваты в этом родители, больше всего виноваты матерям. Я сталкивалась с молодыми девочками, которые сразу выдали, но их выдали в город, в деревню. Они очень жалеют, и они нянчили ребенка, смотря в окно, как наши ровесники идут в институты получать образование. Мы плакались в подушке. Мы уже не дадим, чтобы наши девочки от этого поступали. Причиной этого является общество, где растут те девочки. Хорошее личное должно успевать и это, и это. Для того, чтобы хорошо воспитать, правильно воспитать ребенка, женщина должна не работать. Если женщину закрывать дома, запрещать ей что-то делать, это, считаю, что держать всю жизнь, поймать соловей, а держать его в клетке, заставить его убить. Если даже бывают ущемления, они это никогда не выносят наружу, потому что у нас есть стереотип не выносить ссоры из избы. Но есть такие случаи, что женщина, взяв свои узды, то есть того, что не добился мужчина, женщины добиваются сами. Мужья, хотя они и хотят наладить это, они как-то думают, как-нибудь да и наладится. А женщины именно идут и делают это. Мужчина, который разрешает своей жене работать, он немножко сталкивается с проблемой, потому что не все понимают того, что он делает, почему он свою жену пускает. Как женщине трудно, так и мужчине трудно. Если есть в доме доверие и понимание, муж разрешит своей жене работать. Считаю так, если мужчина дает возможность женщине работать и реализовываться, то есть всесторонне развиваться, значит он по-настоящему ценит этого человека. Когда я была маленькая, если совсем маленькая, фантастически, я хотела быть космонавтом, почему-то. А потом уже чуть постарше, хотела получить хорошее образование, потом высшее образование, потом хотела иметь идеальную семью, очень хотела много детей иметь. Не все не успели. Какие-то сбылись, какие-то нет. Раньше я думала, что все зависит от самого человека, но уже стала верить, что это и судьба. И они судьбы тоже. Девочке обязательно нужно высшее образование. Я училась в школе хорошо, я получила высшее образование, но когда я получала высшее образование, я была таким типом человека, что я семью ставила на первое место. Я планировала, что у меня будет нормальная, правильная семья. И уж я что, то, что на первом плане у меня будет воспитание детей. Но видите ли, у меня сложилось совсем по-другому. Как я только что тоже сказала, не каждый застрахован в жизни от всего. И поэтому я считаю, что именно девочке обязательно нужно высшее образование. И в том, и в любом случае, чтобы она не потерялась, чтобы она в обществе нашла свое место. Я вижу большую разницу между детям, у которых мать образована, и между детьми, у которых мать без образования. Много чего может дать образованную мать ребенка. Я очень постараюсь. Никто в жизни ни от чего не застрахован, но я очень постараюсь, чтобы этого не было. Я ее буду воспитывать по-современнее. И я постараюсь, чтобы она была свободна, чтобы она сама знала свою любовь, чтобы она не потеряется в жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok